В общем, это одна из самых сложных сцен в этом фильме. То есть это практически финальная сцена, когда все куклы на сцене. На съемочной площадке кукольные персонажи из сказок Гоффмана кадр за кадром оживают. Увидеть это своими глазами мечтает, наверное, каждый ребенок. Тем более юный художник Толя. Работа ювелирная, чтобы сцена ожила, каждая кукла с помощью аниматора должна сделать хотя бы мельчайшее движение, которое запечатлит камера. Только представьте, в одной секунде мультика 24 таких кадра. Работа кипит сразу на трех съемочных площадках. Мультипликаторы создают фильм «Гоффманиада», основанный на сказках немецкого писателя Гоффмана и на фактах его биографии. Делаются разные головки, а это вот ротики, которые будут меняться на разных головках. Он есть у нас и в виде мальчика, и в виде уже такого известного писателя. Вот это тоже он, но только в образе такого молодого музыканта. А здесь Толи показывают, как создают кукол художники. Все лепят вручную. Для каждого героя даже делают свой набор ртов с разной артикуляцией под определенную букву и звук, который произнесет персонаж. Это буква «Э», «Е», «А», вот это, наверное, буква «У». Вот это вот «У», да? Похоже на букву «У». Или «О». Или «О», да, точно. «О», «М». Кстати, свои голоса куклам подарили известные российские актеры Александр Ширвинд и Вячеслав Полунин. Режиссер-постановщик Станислав Соколов рассказывает, работает над фильмом уже больше десяти лет. Он должен выйти в мае 2016-го. И современным детям кукольный мультик должен понравиться. Кукольная анимация сейчас получила новую актуальность из-за того, что она очень похожа на 3D-анимацию, которая сейчас захватила все экраны. 3D-анимация, она немножко вся на одно лицо, такие пластмассовые персонажи, и трудно от этого избавиться. Живая кукла, сделанная из живого материала, одушевленная живым художником-мультипликатором, она и выглядит гораздо более живо. А ведь полнометражный фильм может держаться только если персонажи с характером нет. Вот видите, вот здесь вот мишки, да? И вот они тут движутся, даже видно, да? Вот есть здесь смещение, вот это мишек, да? Вот это то самое движение, которое вы там в кадре увидите. А это уже мультик рисованный. Технологии его создания нашего художника интересуют больше всего. А за десятки лет она мало изменилась. Каждый кадр – это отдельный рисунок, но используют и компьютеры. Толя тоже поучаствовал в создании мультфильма и разукрасил персонажа. Мишку попробуй покрасить. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, 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 неудобно, да? О, получается, получается. Получается, слушай, получается. Потрясающе. Когда мультфильм покажут, ты скажешь, это я рисовал. Да, да, ты можешь сказать, да, что там ты принял участие. А здесь можно встретить любимых с детства героев в коллекции «Союзмультфильма» более 300 кукол. Большинство из них участвовали в реальных съемках. Многие очень старые, поэтому брать их можно вот в таких перчатках. Вот, например, эти куклы участвовали в съемках мультфильма «Варежка» 1967 года. На этих стеллажах вся история о советской кукольной анимации. Болтливая мартышка из мультика «38 попугаев», волк и теленок, и, конечно, крокодил Гена и Чебурашка. Любимых мультяшных героев даже разрешили подержать в руках. Ножки у него двигаются. Смотри. И ушки двигаются. Тише раздвигаются. И он специально, он так закрепляется, и как бы его каждый раз втыкают, снимают, переставляют, опять втыкают и снимают. И ноги. Это очень долго. Представители «Союзмульфильма» рассказывают, обычно на киностудию, уж тем более в цеха аниматоров, они никого не пускают. Но узнав историю Толи Катцина, не смогли остаться в стороне и сделали для нашего неунывающего героя исключение. В гости к мультипликаторам Толя приехал не с пустыми руками. Он подарил две тарелки керамические, которые с его как раз рисунками. Это было невероятно трогательно, но он вообще какой-то очень светлый, очень радостный. И такой вот ребенок, я, честно говоря, немножко волновалась, конечно, перед сегодняшней встречей. И еще меня очень удивила такая поддержка тоже. То есть это вот, я расспрашивала про проект, мне рассказали, но это все равно невероятно. То есть реализовывать мечты, это, конечно, это хорошо. Аниматоры исполнили одну мечту Толи и подарили новую. Теперь мальчик хочет научиться рисовать мультики. Специалисты говорят, с его железным характером все должно получиться. Ольга Тишинина, Павел Пателицын, Новости.